Девушки отдыхают Мы расскажем вам то, о чем другие промолчали, во что невозможно поверить. Но тем не менее, все это произошло на самом деле, а участники героя этих событий живут рядом с нами. Видно, совсем скучна и беспросветна стала жизнь на Туманном Альбионе, если чопорные британцы с какой-то нечеловеческой силой принялись играть в русскую рулетку. Впрочем, не стоит беспокоиться за жизни подданных Ее Величеству. Этот вариант экстремальной игры бескровен, и по результатам игр не было зафиксировано ни одного летального исхода. Соперники сошлись не на жизнь, пронизывающий стальной взгляд с обеих сторон. Итак, три, два, один, игрок раздумывает и хлопь себя яйцом по голове. Бинго, и у нас первый победитель. Нет, это не состязание идиотов, это русская рулетка, но с британским яйцом. Называется это все удовольствие, как ей положено, русская яичная рулетка. Да, в списке нелепых состязаний добавился и такой вид спорта. И вот, очередные игрища за право носить титул «Мистер Крепкое яйцо» прошли в английском графстве Линкольншир. А правила, кстати, тоже простые, как и сам спортивный снаряд. Два противника, шесть яиц и только одно сырое. И тот, кто это одно и разобьет о свою голову, тот нет, не выиграл, а проиграл. Все по-честному и без обмана. В этом году в желании разбить яйцо о свою молодую и не очень голову, на международный чемпионат съехали спортсмены со всего мира. До финала дошли немногие. В желтке и белке сходили они стропы яичной славы один за одним. Ценой сотен смятку разбитых снарядов англичане доказали, что не только самые крепкие лбы, но и не только горячие, но и везучие головы именно у жителей Туманного Альбиона. Остальным же, кто не хотел пачкать свое лицо, организаторы предлагали две другие забавы. Поймать сырое яйцо, выпученное из катапульты. И тут нужно было приложить всю нежность и ловкость, чтобы яйцо осталось целым и невредимым. И посоревноваться в метании на дальность яиц, сваренных вкрутую. В этих забавах свою молодецкую удаль продемонстрировали извечные соперники англичан – немцы. Любители пива, тушеной капусты и жареных колбасок, изловив практически без потерь ни один десяток сырых яиц и запустив вареное на расстояние в 58 метров. Любовь – это источник всего сущего. И на что только не идут люди, чтобы доказать свои чувства друг другу. В этом нам предлагают в очередной раз убедиться японцы. Весьма оригинальным подходом. Наскучили отношения? Хочется разнообразия. Завернитесь в пищевую пленку, и чувства вспыхнут вновь, советует японский фотограф Харухива Кавагучи. Это ему принадлежит идея фотографировать влюбленные парочки в вакуумной упаковке. Все просто – он и она прижимаются друг к другу как можно ближе и плотнее, а потом их заворачивают в пленку, как еду. Получается вот такой семейный бутерброд. Хотите – лягте валетом, хотите – изобразите какую-нибудь позу. Фотохудожнику – без разницы. Некоторые смельчаки, например, пытаются запечатлеть целый сюжет, чтобы фото вышло со смыслом. Перед тем, как поместить моделей в прозрачный мешок, Харухива долго и нудно рассказывает им про технику безопасности. Все-таки при распаковке нужно сохранить свежесть любви, а добровольцы должны остаться невредимы. После всех прелюдий, откачав воздух и добившись нужной позы, у художника на все про все 10-20 секунд, иначе фото будет последним в семейном альбоме японских влюбленных. На тот случай, если паре, похожий на упакованное мясо, станет не по себе, у фотоэкспериментатора под рукой аптечка и кислородный баллон. Как это ни странно, но вся эта фото Камасутра пользуется у японской прогрессивной общественности большим спросом. Хоть и чревато потери здоровья и даже жизни. Зрелище, конечно, не из приятных, но то, что все эти влюбленные пары по доброй воле решили запечатлеть свои чувства, уже говорит о многом. По словам добровольцев, после томительных секунд, проведенных в тесном контакте, действительно понимаешь, насколько близок тебе любимый человек в полиэтиленовой тюрьме. У нас подобный кокон любви по доброй воле разве что в час пик в общественном транспорте испытать можно. И там уже не секунды, а минуты решают, насколько ты близок своему соседу в толпе. Все побеждающие силы любви продемонстрировали всему миру и австралийский композитор Джоди Роуз и ее избранник. Правда, некоторые скептики считают, что это все же брак по расчету. Да и пара у них достаточно странная. Композитор Джоди Роуз из Австралии путешествует по миру и записывает вибрации кабелей опор мостов для своего музыкального проекта «Поющие мосты». И вот однажды она испытала любовь с первого взгляда, когда увидела 600-летний мост «Ле Пон Дю Диабле» в Южной Франции. Недолго думая, женщина решила выйти за него замуж, а мост, разумеется, не смог ей отказать. На необычные, но все же торжественные для женщины мероприятия прибыло 14 гостей, включая мэра соседнего городка. И, несмотря на то, что такой брачный союз легально не признан во Франции, Роуз сказала, что он такой же крепкий, как и любая другая женитьба. Для большинства людей романтичные и интимные чувства проявляются лишь по отношению к другим людям, но для меня эта свадьба очень душевная, отметила счастливая жена в своем блоге. Вы смотрите «Разные новости» на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Живущая в Великобритании 33-летняя Пруденс Стейт нашла оригинальное применение своим талантом, создавая портреты знаменитостей и репродукции знаменитых картин из пиццы. При этом Стейт использует только ингредиенты, которые доступны в любой пиццерии, и не смешивает несочетаемые продукты. У 30-летнего Джона Эдварда Дойля есть удивительная способность. Он может вытаращивать глаза на 12 миллиметров из своих орбит. И свой необычайный талант парень вовсю эксплуатирует, взяв себе псевдоним «Мистер Зум». Снимается в сериалах и гастролирует по миру. Свидетелями необычного концерта стали жители немецкого Фрайбурга. Пианист Ален Рош перевернул представление классической музыки буквально с ног на голову и на протяжении часа исполнял известные музыкальные творения с 8-метровой высоты, будучи подвешенным вверх ногами с инструментом к строительному крану. Необычный фестиваль огородных пугал прошел в американском городке Сейн-Чарльзе. Для посетителей продумывается необычный маршрут, в ходе которого можно было увидеть множество экспонатов и среди которых необходимо определить лучшее пугало, для которых даже проводится конкурс красоты. На старости лет 74-летний отец семерых детей Апарасида Кастальдо решил жениться на своей любимой козе Кармелли. Однако ни одна из церквей, к которому он обратился, со своим необычным запросом не согласилась обвенчать возлюбленных. Уму непостижимо, но похоже, коза уже принята как мачеха детьми Кастальдо. Сейн-Чарльзе И напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин